Не изменяя традиции, в первую субботу мая открылся байкерский сезон в Владивостоке. Запах бензина в воздухе, рок-музыка под рев моторов, кожаная куртка-косуха или джинсовая жилетка, символика мотоклуба, банданы, мото-очки. Этих людей связывает общая культура и любовь к двухколесным железным коням. Как давно вы стали байкером? Мне кажется, я был им всю жизнь. Началось еще, когда мой дедушка катал меня в коляске, мне было 4 годика. Наверное, оттуда. Ну и дальше больше. Очень давно все началось. Саша Сапожник посадил нас на мотоцикл. Мы сделали еще лет, наверное, уже 13 назад клуб дружбы Crazy Boots. У нас клуб, вот мы дружим и катаемся на мотоциклах. Ну, наверное, как у всех парней в 90-х, смокиков потом уже перешли на русские мотоциклы, потому что тогда еще было как-то тяжело купить японские, по крайней мере, студентам и школьникам. Пару лет на русском мотоцикле, а потом уже на японцев пересели. Отвечая на вопросы журналистов, дорогое ли это удовольствие быть байкером, они отвечали, что не дороже, чем просто быть счастливым. А быть счастливым и свободным недорого никогда. Если ты отдаешь деньги с удовольствием, почему бы и нет? Главное – желание. У меня полный такой кастомный проект, который мы долго строили. Вот так я вижу свой мотоцикл. То есть не именно в стоке, как нам дают японцы. А сколько лет репутываешь? У него был юбилей недавно, ему 20 лет уже. На мероприятии можно было увидеть как современные модели мотоциклов, так и редкие винтажные экземпляры. Это мотоцикл М72, который выпускался с 1941 года по 1960-е годы. То есть он принимал участие в боевых действиях. Данный мотоцикл не наша разработка, это точная копия немецкого мотоцикла BMW R71. Наша страна, когда беспокоилась конфликтом с Германией, закупила тайно через Швецию пять мотоциклов, разобрала по болтикам, по винтикам и сделала наш М72. За много лет открытие байкерского сезона из мероприятия для своих превратилось в значимое городское событие. Губернатор Олег Кожемяка поздравил байкеров с началом нового сезона и рассказал свою историю. Ну, вы знаете, с детских лет мы все занимались мотоциклами в свое время. Начинали с мопедов, потом где-то родительские мотоциклы осваивали планета, Ижпланета-3 у меня был мотоцикл, у отца, потом мы на нем. Поэтому сейчас я вот на таком же мотоцикле приехал сюда и вспоминаю лучшие годы молодости. Это организованное движение, которое есть в каждом городе практически Приморского края. То есть это те, кто уважает правила дорожного движения, уважает пешехода. Многие байкеры помогают непосредственно СВО, то есть приобретают автомобили, передают квадроциклы, то есть не остаются безучастными. Они такие разные, но их объединяет одно – любовь к мотоциклам, к чувству свободы и ощущению полета. Байкеры подчеркивают, что их сообщество – это одна семья, в которой, как и положено, все всегда приходят к друг другу на помощь. А их лучшие друзья – это два колеса, на которых везут не тело, а душу. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.